Добрый день, Игнатий Тихонович! Добрый! Я уже несколько лет смотрю ваш канал, читаю ваши книги, и мне бы хотелось задать два, может быть, три вопроса. У нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Нет, конечно, нет, не против. Все, я слушаю вас, говорите. Значит, первый вопрос, чем священник отличается от Мирянина? Ну, помимо того, что он может совершать таинство, помимо нравственных качеств, вот как шесть слов Яна Златоуста, есть ли какие-то еще существенные отличия? Хорошо, Боря, мы задали. Батюшка только что подошел, это вопрос не ко мне. Отвечай, поближе с этим. Тебе вопрос, а ты отвечай. Ну, нет уж, давай. Я без тебя отвечу, что ко мне будет. Все это будут держать так. Я даже не знаю, как ответить. Ну, с чем ты отличаешься от других людей? Во-первых, отличие тем, что больше ответственности будешь на суде иметь. Отвечать и за себя, и за тех, кого ты пасешь. Ну, и какой пример показываешь, конечно, другим. Иногда говорят так, а вот батюшка-то то-то делает. Говорит одна, значит, прихожанка. Я, говорит, была у батюшки в прислугах, это еще до революционного времени. А батюшка всегда, говорит, в карты играл. Собирались они, говорит, приходил там дьякон, кто-то соломщик, и всегда, говорит, по воскресеньям в карты играли. Когда я говорю, в карты нельзя играть. Грех. Вот чем отличаться? Во-первых, вот этим. Нравственности, жизни и... Примером во всем. Если других учишь, а сам этого не исполняют, то как могут принять? Иоанн Златоуст и говорит, в одной из бесед, говорит, оттого, говорит, язычники не веруют, не принимают христианство, потому что нас, христиан, говорит, они называют обманщиками. Говорят, что здесь, говорит, временно живем, а вечность там будет, на небесах. Но дома, говорит, здесь строят для вечности. Какие фундаменты закладывают, такие коттеджи, замки строят. То есть не верят в это. А когда все видели бы наше христианское богобоязнение, житье, тогда бы, говорит, они обращались. Да, действительно бы. Вот так. Ну а чем? Только этим. А мирянин, так же и каждый христианин мирянин должен этими же качествами обладать. Потому что в другом месте он говорит, что мы называемся по имени царя нашего, Христа. Выше этого звания нет на земле. Там генералиссимус или прочее, это ничего не значит. Звание христианин выше всех званий на земле. Но если только это звание, а другого нет, то как один говорит, так называемый, православный. Слышим уже, уехал в другое там где-то селение и напился там пьяный. Я говорю, ты что же делаешь, брат, зачем же так это делаешь-то? Ну как, меня стали там мужики говорят, что вы там живете, вы как сектанты, вы не православные. А я, чтобы доказать, что я православный, я вот выпил и теперь вот пусть знают, что я православный, не сектант. Сектанты-то не пьют баптисты, а православные могут пить. Ну вот так вот. Ну, мне кажется, Игнатий Тихонович, вот сущностное еще отличие, наверное, в том, что вот батюшка Иакинта, вы же ведь каждый раз за каждой литургией причащаетесь, а мирянин четыре раза в год только. Это ведь тоже отличие? Да, почему четыре? Таких, никто таких правил не устанавливал четыре раза в год. Может и чаще, может быть и реже, может быть и ни разу в год не причащается. Тот же святитель Златоусты говорит так, говорит, как, говорит, опасно без рассуждения приступать к таинствам, также и опасно, говорит, удаляться от принятия святых таинств. Поэтому четыре раза, или мы таких не устанавливаем, но, по крайней мере, хотя бы в каждый пост причащаться. А может и без поста, может, кто подготовился и говорит, я желаю причащиться, там, на День Ангела, может быть, или другое, человек идет на операцию перед болезнью, поисповедовался, причащиться. У нас нет таких правил. Некоторые батюшки говорят, а я на Пасху не причащаю, и так много. А на каком основании? Другие говорят, а я больше, только до трех человек, чтобы на Пасху причащаться было. Почему? Да нет таких правил, чтобы до трех человек. Просто, что трудно там, это, перед Пасхой, там, и исповедь, и все, батюшки говорят. Поэтому в течение недели уже страстной причастили, все там остается только так. А не то, что нельзя, вот будто бы на это. А то, что заказывая литургия, священник причащается. Вот мы сегодня, у нас сегодня не было литургии, мы служили обедницу сегодня. Просто просфоры не испекла, думали, что я не приеду. Ну и причастников нет у нас, на прошлой неделе. Нет никого, и причастников нет. Поэтому сегодня просто обедницу, часы и обедница помолились. Понятно. То есть в этом разницы тоже нету, отличия? Нет, думаю, что нет. Вот этот вопрос задают, говорят, а чем монах отличается от простолюдина? Ответ, ничем, кроме того, что он не женат, и все. Одно качество. А остальное, также нестяжательность, также послушание, что поставлено в основу у монахов, это у любого гражданина, у любого христианина. Видите, священники, сейчас я немножко еще. Как изменилось отношение сегодня к священству? Я, через два года будет 40 лет уже, как я, с 78-го года, священнослужители. И знаю, какое отношение было тогда неверующих людей к священству. И какое сегодня намного изменилось это отношение. Тогда было более почтительное отношение к священству. Сегодня так мы себя скомпрометировали в мире, что уже даже священник никто не обращает. Тогда бывало так, что ехал, даже ведут на машине, допустим, ГАИ. А, батюшка едет, ну, батюшка, давайте как-то вы так, это уже аккуратнее, чтобы не это. Сегодня нет там. Или отношение, допустим, на вокзале было такое, что билетов нет тогда, нет. Подходишь там дежурному, а ходили в гражданской одежде, там в рясе, в подряснике запрещалось, полномоченно запрещали это. Подходишь дежурному, я вот священнослужитель еду, вы батюшка, да. Я говорю, нужно как-то бы, ну, сейчас вы подождите здесь. Побежала там это, так, подходите там к третьей кассе. Сейчас у вас это, к третьей кассе подходишь. Только что я был в очередь, стояла, ничего не говорила, это кассир. Билетов нету. Я пришла, все, батюшка, пожалуйста, понимаете. Сегодня этого нет. Да. Вот так. Потому что тогда было рукоположение в священство, более, как-то построже подходили к этому. А сегодня... А это здесь с 90-х годов началось? Да, с 90-х годов. Представьте, когда было, уже открывали приходы по распоряжению. Должно это, епископ, сколько у тебя, там 10 приходов, должно быть у тебя уже 50, там, или 100 приходов. Он и говорит, что рукополагали так, говорит, один епископ говорит. Я, говорит, на рукополагал, говорит, бандитов. А сейчас, говорит, я их запрещаю. У нас официально по Алтайской епархии было 10 лет назад данное. В запрещении находятся где-то 50 священнослужителей. В запрещении находятся. Несколько извержений из сана было. А тогда было... Тогда рукополагали без семинария. Меня рукополагал епископ без семинария. Рукополагал меня ночью. Вот. Чтобы... А потом уже уполномоченно стоило перед совершившимся фактом. Что нельзя было... Потому что брата уже там опекали органы. Узнали, что такое-то все. Нельзя рукополагать. Он когда рукоположил, епископ, тайно рукоположил. Архиепископ был Максим Кроха. Потом он был Тульским, потом Могилевским. Умер на Могилевской кафедре. Уже 12 лет как покойный. Вот так вот рукополагали. И они... Я спросил-то потом уже. С Владыкой были очень теплые такие, скажем, даже как братские такие отношения. В любое время можно было прийти к нему. Не как сейчас там, что это... Записывайся на прием когда-то там, что ли. Нет. Тогда в любое время. Я мог позвонить даже ночью. Владыка срочно... Ну приезжай, подъезжай. Помогаешь как? Я спрашивал Владыка, а как вы меня рукоположили? Я даже службы совершенно не знал. Я в алтаре-то не был ни разу. А это все, говорит, научишься. Как заходить с кадилом, выходить. Я на другое, говорит, смотрел. Понимаете? Поэтому совсем другое было духовенство тогда уже. Даже я когда начинал, было старое, другое. А сейчас, ну... На рукополагали-то всех, кто... А бы как, в семинарию кого принимают-то? А когда 90-е годы стали, то кто? Сократили, отменили, там, комсомоль, партия. А все секретари куда? У них же нет никакой специальности. А куда? Самое хорошо, только в батюшки идти. Ну... Все. А я вот даже слышал, что в нулевых годах, вот в эти училища, очень много направилось всяких даже и экстрасенсов, чтобы... Да все, кому не лезть. Да, надо заряжаться. Да. Спасибо, батюшка, за ответ. Второй вопрос. Да, Игнать Тихонович, у меня вот вопрос по поводу... Я неоднократно в ваших роликах видел о том, что... Вот, вы цитировали Златоуста, что надо очень быть строгим к себе. Ну, в плане того, что вот даже где-то улыбнуться, очень надо это следить за собой. Вот. А как вы... Ну, вот как вы раскрываете... Очень ведь много в Писании его апостола говорится о том, что всегда радуйтесь. Радуйтесь и молитесь. Вот, что это за состояние пребывания в радости? Вот. Чем оно, ну, отличается от того, что вот Златоуст говорит веселость? Ну, вот и говорит веселость, это взятое из Серахова. Несчастивый в смехе показывает зубы, а праведник едва тихо улыбнется. И вот отсюда, понятно, нужно смотреть на кончину. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Поговорка не случайная. А последний, это на суде Божьем, последний. Последний, это не смертный час, не крышка гробовая. А когда будет разделено налево-направо. Матфея 25 глава. И написано, и тогда возликует и восмеется. Я был на Новодевичьем кладбище, и там на могиле Гоголь, Николай Васильевич был. И там у него эпитафия написано. Ты еще наполнишь уста мои смехом из его. После скорби и жизни сей. Вот. Ну, по-славянски там взятое, по-русски говорю. Это действительно так. А можно, чтобы так вот, как мы в житиях такое считаем. Одна монахиня там была, она там и на берегу Нила. Какие там разливы, какие закаты солнца. И она за 30 лет ни разу не взглянула на закат солнца. Понятно? Ну, это научили этому. В такой красоте. Ну, вот пришли к Антонию. Пришли два брата, мы слышали, он такой строгий. Это как раз то, что надо. Надо так. Пришли, а они сидят на берегу, и он что-то рассказывает. И все братья заулыбались и засмеялись. Те, которые пришли, голову опустили. А он сразу обратил внимание. На что, братья? Наверное, ждали, тут суровости какая. Тут смеются монахи. И вы соблазнились, осудили нас. Они говорят, да. Он говорит, а кем ты работал? Да я работал так. В одной артели, мы охотники были. Ну, он говорит, ну, лук дай у монахов там тоже сохранился. А ну, говорит, как? Он говорит, слабо натянутый. А ну-ка сделай его через колено его под колено. Начал зажимать и натягивать леску. Натянул. Еще можно, говорит, но это на самого сильного. А дальше, говорит, нельзя лопнуть, сломается. Он говорит, так и человек. Так и человек. Ну, не так, как вот это мы считаем в житии Арсения Великого. Прославили Великий, Великий Молчальник. И вот пришел, а братья сидят на берегу, беседуют. Он говорит, а что это за шум? Да это камыш шумит. Да какие же вы монахи, что шум камыша слушаете? Понятно? Так это не просто кто-то. Краткая его биография такая. У Феодосия Великого родилось два сына. Аркадий и Гонорий. И он решил империю разделить на две части. Восточная и западная. У Аркадия будет жена Евдоксия, которая в дальнейшем погубит Иоанна Златоуста, Сариса. И вот он стал искать им, когда ему уже исполнилось время идти в школу, такого учителя, который знал бы и духовную, превосходно, и мирскую. И не могли найти в восточной части империи никого. Знают одно, не знают другое. Ну и тогда обратились к тому императору. Там был, у него стали спрашивать, а тот говорит, это худо будет, если мы не найдем ему. Что о нас подумают? Давайте искать. И наконец нашли такого. У него красных дипломов, как семечек в кармане. Он знает все. И астрономию, и физику, и математику, и философию, и ораторское искусство. А по-духовному, монах тайный, он столько молится, такое молчание. Они давай его уговаривать. Он, нет, я не гожий для этого, я плохой. Я грешный, супергрешный, архигрешный. Но все-таки они его уговорили. Поехал он в Пеодосию, ясно дело, его не просто так, а вот как Пушкина, чтобы при дворе мог заходить на разные эти баллы ради Наташи-то свои-то. Ему надо было ему звание присвоить. Ну, коммердинера дали ему, юфрейтора, чтобы он в обществе-то не безродный был. Ему тоже сразу советник, воспитатель детей, замминистра по образованию. Ну, то есть все ему звание, а он ничего этого не глядит на это. И вот однажды заходит император. Ну, а как у нас на партах-то, за партами сидят ученики. Он двоих учит только, два ученика, весь класс. И школу никто не закрывает, и вина инвестиций еще не родилась. А он стоит, он говорит, поздоровался. А кто тут учитель? Так я ваше императорское высочество. А, это вы учитель? А это кто? Ну, как же, это ваши дети, ваше императорское величество. Так, слушай внимательно, учитель. Здесь нет императорских детей, здесь есть школьники. А ну, встать! Они соскочили сразу. Слушайте, чтобы я никогда не слышал, что в присутствии учителя вы сидите. Павел учился у ног Гамалиила. Он сидел, они около ног его сидели. Так, садись. И что больше не было? Наказывай их. Если они будут негодны, они не только царство Божие, они земного царства не будут достойны. Но однажды Аркадий провинился. И он его так отпорол, что у него следы роза касались на всю жизнь. Я не знаю, как это пороть. Надо было очень сильно. И он все-таки не вытерпел и шапнул своему. Только сейчас получу царство. Я его сразу казню. А ему передали. И он тогда стал думать, что делать. И ему некий голос сказал. Молчи и беги. И он это на всю жизнь усвоил. Переоделся под нищего. Ночью высказал во двор, по улице. И его всю жизнь искали, нигде не нашли. И к нему монахи приходили. Ни одному слова не скажут. Головой в землю воткнется и лежит. Если пошел в храм, закрылся. В угол забился, где-то стоит. Ни одного слова не могут добиться от него. А почему? А некий голос сказал. Некий голос. Представьте, при таких талантах. Явно, что этот голос никак не может быть от Духа Святого. Потому что в послании к евреям говорится, Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Закрытое сокровище, зарытое. Что? Отнимите. Свяжите по рукам и ногам. Бросьте во тьму внешнюю. А он все понял по-другому. И однажды одна женщина, она княжеского рода. И она думала получить от него расставление. Пошла. А тут ей отворот, поворот. А она была большая жертвенная женщина. Она много жертвовала на епархию. Там на митрополию. И она пошла к епископу заручиться. Ему говорит, я хотела бы сходить. Но он написал письмо и сказал там слушателю отдай, Который у него там служка прислуживает. Он тебя должен принять. Он ее в самых хороших тонах показал. И вот пришла она к нему. Он в землю голову. Она поставила ящик. Принесли там слуги или кто с золотом. И она говорит, я вот принесла тебе денег здесь. А он, ну, внимание. Я золото принесла 34 килограмма. Это миллиард. А ты кому принесла? Мне или Богу? Ну, Богу. Так он лучше тебя знает сколько. Там пяти монет не хватает. Он-то лучше знает. Я уже тут добавляю кое-что. Вот как это из другого жития было-то. И она не знает, что сказать-то. Ему говорит, ну, ты помни обо мне. Он говорит, я буду молиться, чтобы забыть тебя. Чтобы Бог стер память о тебе. Она с такими слезами вернулась к епископу и говорит, вот он как сказал. Я думал, хоть помолиться. А он... А ты, говорит, сестра не так поняла. Он сказал, ты женщина прекрасная. Видите, как ты сохранилась еще. И муж у тебя рано погиб. И ты просто просветленная. И он, как строгий монах, чтобы тебя не помнить, чтобы ты не соблазнила его на молитве. Чтобы твоя фотокарточка перед ним не появилась. Но она успокоилась тогда. Вот как. Талант, данный от Бога, должен приращение иметь. В 30, 60 и во 100. А меньше нету. А если закрыть, вот как монахи. Это антиевангельское учение. Монашество для своего оправдания не имеет ни одного места в Библии. Ни одного. Вот, а не начнешь говорить, я с монаховым беседую. Ну, это, знаете, это мы молимся за весь мир. За весь мир. А кто в мире-то живет? Вот вы знаете, как в Турции звать президента? Нет. А как же вы молитесь? Ну, а как у нас вот эти закрытые ворота держат с юга? Он даже не стал президентом называться. А говорит, главой республики надо называться. Президент у нас один. Мы были там в этом городе, в Чечне. В Грозном. Там улица, центральный проспект имени Путина. Вы его не знаете. Стал перечислять, не знаете. А я на это отвечаю. Вот. А я молюсь за кого? Не меньше семи раз в день, по сто поклонов. Я что, за воробьев, за голубей только молюсь? Мы поминаем имена всех правителей. Пап римских какие есть. Губернатора. Президента. Председателя Совета Министров. Американского там, кого знаем. Молимся каждый день и днем, и ночью. Так мы и работаем. Почему ты решил, что если молится, то разделенно не должно быть работать? Вот посмотри. Антоний желал посмотреть на себя со стороны. А как я выгляжу, Господи, в твоих глазах? Бог показал ему. Он стоит, там шьет, там плетет, а потом встал, руки поднял. Помолился, там минут 15, опять сел, опять сел и сейчас плетет. Он говорит, вот тут труд и молитва. Молитва и труд все перетрут. Видишь, как все это надо было? А сегодня они это сделали из себя элита какая-то. Принятие монашества – это как второе крещение обеты. Какие обеты? Когда в крещении дали обет служить Богу доброй совестью. Есть еще две совести. Или до этого дня ты обманывал против того обета? Ну, выдумка. Абсолютная выдумка. Вот я недавно в ролике сказал это. Царство Небесное подобно женщине, взявшей, к примеру, муки, положившей в нее там захваску. Матфея 13, 33. Так, подобно, подобно. Царство Небесное подобно хозяину, который решил сосчитаться с должниками. Царство Небесное подобное. Подобие сколько? Восемь. А на монашество нет ни одного подобия Царство Небесное. А по-монашески это Евангелие должно быть так написано. Евангелие от монахов. Царство Небесное подобно людям, которые отвергли себя, которые ушли за стену, мандру, над собой имеют архимандрита и ставят рекорды. Кто неделю не ест, кто две, кто три. Это те люди, которые боятся разговаривать. Которые всю жизнь борются с вожделениями плоти. Сохранить бисердевство. Ни одного слова-то нету евангельского. А Господь говорит, Евангелие от Иоанна 12,48. Я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Я когда в 62-м году первый раз прочитал это, я понял. Все остальные мои знания, они не будут спрошены там. Мое умение обращаться с людьми, мои политические перспективы никакой роли не играют. А может быть на дно меня потянут. Я связал все книги, словари и бросил в подвал. Все. Слово мое будет суетить, засел за слово. И вы говорите, а сколько времени? Ну, может быть, часов по 10, по 8 каждый день уходило. Это 54 года я живу с ним. 54 года. Я сегодня говорил на собрании. У меня такое впечатление, я будто бы первый раз Библию в руки взял. Я не играю этим. Столько новых граней Бог открывает. Вот в храме стою другой раз, считает по-славянски, по Риме. Если я три слова разобрал, я могу сказать даже, какая глава, какой стих по-русски. Ну, а теперь исполнить надо. Блаженный слушающий и исполняющий. А вот тут-то и затормозилося. А тут-то не смог. А вот тут-то слабый оказался. Духом-то ростом пониже и духом пожиже этих пророков. А они никого не боялись. Ни царей, ни начальствующих. Они грозно обличали пороки, заботясь, как людям прийти к спасению. А мы приглядываемся. Я скажу, так они меня с работы выгонят. А вот так я скажу, у меня отношения нарушатся. Они никогда не считались плотью и кровью, Павел говорит. С плотью и кровью не пошел советоваться. И когда я пришел к апостолам, они не возложили на меня ничего, говорит. Ничего не возложили. А я им предложил свой путь. А Павел-то нам отстоял свободу, когда Петр пытался ее сделать кургузой. Когда, говорит, стал ездить, устраняться. Она лицемерами назвала их всех. Мы счастливы, что перед нами прошел Павел, который показал. Смотреть надо выше голов. Вот ответ. Игнат Тихонович, я вернусь маленько к началу. Вопрос был не сколько про монашество, сколько как вы... Ну вот, может, вы же читали это, начитывали все с толкованиями. Вот слова апостола Павла о том, что всегда радоваться. Я про это и сказал как раз. В этом заключается радость. Когда ты исполняешь, и на душе у тебя чувство победы. Вот говорят, уныние. Что такое уныние? Есть Евангелист Марк, а есть Авва Марк, 4 век, 7. И вот такие. Я насчитывал добротолюбие. Все насчитано на пленках. 5 томов. Это высшая философия христианства. И как они объясняют, я никому этого не говорю. Они объясняют как бы правильно. Но ценится простота. Народ-то вокруг меня простой. Вот в Америке, если два инженера на одну должность, ну им говорят, нарисуйте мясорубку. Сколько деталей? Один нарисовал три. Гайка и ворот. А у другого пять. Того пять уже не примут. Он не умеет вещи делать простыми. Дальше начинает говорить. Вот смотрите, одна минута. Так выразите, самое главное, что вы видите. Они начинают. И один это выразил на поллиста, а другой развелся, самого главного не сказал. Я отвечаю. Уныние от плохо сделанной работы. Так это, да, плохо молился, плохо постился, плохо с товарищем разговаривал, плохо на исповеди высказался. Вот оттуда уныние. Вот нахота переделать, перейти. Да что я сделал? А радость от побед. Мне не нравится одна личность в мировой истории. Ульянов Ленин. Это Ленин. Да. Это самый противный, самый богопротивный. Но он хорошие слова сказал. Наша радость от трудовых успехов. Я это принял. Когда ты это все делаешь, когда тебе радостно, тревоги никакой нету. Все идет у тебя как по графику, ну как в монастыре по часам. Тебе что? Не улыбаться-то. И ты радуешься. Молитва опять услышана. Бог опять ответил. Кажется простенькое такое. Вот я получаю письма. Но письма мне, ну то есть по интернету, по скайпу, они мне доставляют радость. Один все время помогает и говорит, что как это может так быть? Вот я только задумаю вам выйти с вами по скайпу. Предыдущий ролик смотрю, а вы на мои вопросы все отвечаете. Как это может быть? Я еще даже не послал вам. Это у меня было в университете. Приходит человек, садится, и первый раз слышит. Семь вопросов было, и вы вначале вдруг повернулись с нами, начали отвечать в том порядке, как они у меня стояли. Как? Никак. Это говорит о благодати Божией, которую Бог желает дать. Нет, значит, не получишь. Никаких знаний нет. Тогда стали говорить, я учился у экстрасенсов, там в Египте, в Индии, где-то. Вот такую глупость. Я нигде не учился. У меня строительный техникум, у батюшки семинария хоть заочно там, а у меня этого нет. У меня есть любовь к Богу и к Библии, к Слову Божию. И отсюда я все черпаю. Поэтому я никогда не умничаю, нигде. Почему? Так сказал апостол Павел, я привел. Так говорит Златоуст. Вот сейчас книга Еноха разбирает. Церковь отвергла ее, и мне не надо. Я ни разу с католиками не спорил за всю жизнь. Ни разу. А почему? Потому что это церковь со многими заблуждениями. Но это законная церковь. И никогда не буду об исхождении сына, там, филиоквы говорить. Почему? Половина святых отцов понимали так, как они, и половина, как мы. О чем спорить-то? Спорить вообще не надо никогда. Спорит тот, кто ничего не знает. Это моя наработка, я говорю. А если знающий, возвещает истину. Один раз сказал, довольный. После первого-второго разумления отвращайся. И вот он еретик, он грешит, будучи самоосужден. Он сам себе приговор подписал. Я раньше пытался убеждать. Сейчас этого я не делаю. Я стараюсь выложить весь материал, дать ему, ответить на вопросы, и все. И он не прописан на небе. Вот ответ какой. И у него нет там в мозгах ямочки, куда бы этот шарик закатился. У него мимо проходит. Это часто у вас, я слышу. Мне очень понравилось, вот как вы однажды сказали, что вы подвергаете анализу какие-то высказывания чужие и берете их в свою житницу. Мне это очень понравилось. И вот по поводу этого вопроса я приведу небольшой кусочек, ну буквально цитата одного английского классика, вот как раз про радость. Он пишет о том, что там, где радость велика, смех уже неуместен. Вот как вам эта мысль? Еще раз повторите. То есть там, где радость велика, смех уже неуместен. Ну, тихая радость во Христе. Если он христианин, тогда все объяснимо. А сегодня радость выражается, это буйно, надо выпить, увеличить, уколоться и прочее. А если я знаю, что суд Божий будет, Иоанн Затауст говорит, нужно посещать сейчас места упокоения, места казни, места пригорода в судах, чтобы не зарываться в этой жизни. Это хорошие места. Почему Соломон говорит, день смерти лучше дня рождения? Лучше, конечно, у того, кто жил и встреча со Христом приблизилась. Павел говорит, желаю разрешиться от тела и быть со Христом, что несравненно лучше. Вот это тогда понятно. Радость, тихая радость, и она отражается на лице. Я опять же вспоминаю, вот я последние годы вел занятия в пяти университетах. И самое большое АГТУ, технический университет, 21 тысяча студентов. И вот ректор зашел, Евстигнеев Владимир Васильевич, на занятия. Побыл, это фотографии сохранились. Вышел и меня спрашивает. А он много лет здесь работает. А что это за люди у вас? Я говорю, а тут бывает администрация края, ФСБ, прокуратура и военные. Ну, дверь-то свободно открыта. Нет, я не правильно это спрашиваю. Я говорю, а что? Как лица у них светятся? У кого? Ну, вы разве не видите? Нормально сидят, и люди записывают. И вы не видите. Вот мы сидим, однажды занятия ведем в нашем дворе, где мы сейчас находимся. И в это время один директор приехал к красному магазину Исаев. Открыл дверь, вот так остановился. А это у вас что тут такое? Я говорю, а что? Какая аура у вас тут положительная? Аура положительная. Да я разве буддист какой-то? Но он, и при том не один. Директор еще один приехал, только зашел прямо в ограде. У вас что это такое? Я говорю, так у вас буквально воздух светится. Скажут, да это обольщение от сатаны. Сатана не может этого делать, потому что люди обращаются и каются. И поэтому я знаю, отчего это так. Благодать. Она прописана не на воротнике. Есть благодарствие на Акафе, слава Богу, за все. На русском языке. Знаете такое? Там в одном языке языков говорится так, что это духовное состояние человека, если он прожил, даже, говорят, умершего отражается на лице. То он покойный лежит, а такое светлое лицо просто и как бы радостное у него лицо. А ты помнишь? Ну, златоуст умер с этими словами. Да, да. Я батюшке хотел сказать. У нас деревенские, когда деревня была полностью разрушена в 1972 году, ну, некоторые уехали недалеко, в соседних деревнях живут. И там есть такие, которые приезжают, еще к нам сейчас, она восстанавливается. И дочка одному и говорит из них. Пап, у нас тут все есть, а он председатель колхоза. Ну, почему у нас радости-то нет такой? А в Потеряевку ничего нету, говорит. Сама один ногами топчет. Когда они приедут, такие веселые, радостные. А ты знаешь, кто это говорил. Да, да. Ну, вот. Ну, вот такое дело. Однажды, когда еще деревню мы не начинали восстанавливать, я примерно так думаю, это где-то в 87-м году. Первый секретарь райкома партии приезжает, Куфаев был тогда, Мамотского района, и он, видимо, уже знал про нас и привез два автобуса. Собрал учителей, директора завучей и работников сельсовета. И они вышли, и ждали, там рядом пастушистка была, избушка, и они около нее ждали, когда будет обед. А мы молиться будем. Они смотрели, как шоу. А потом он подошел и спрашивает, а сколько у вас людей и эти все вокруг его обслуга-то. Я говорю, да я не знаю. Вчера 72 человека приехало. А тогда были как-то времена такие, или что там, из армии вернулись, девчата на выдание. И все это штукатурят. Плетенцы, они с двух сторон. С той стороны девчата, а сута ребята. И в стенку-то бьют, солома с глиной-то. А она бывает пролетит, и прямо на него, на лицо. Они охочут там. А одни там у меня качели высокие, метров пять, наверное. Наверху там крепят. И вы не знаете, сколько. Я говорю, ночью отправляли и встречали. Сейчас у меня колокол висит. Колокол там, рында такая. Я ударил в нее, как они посыпались, эти прибежали, и все строй стали ровно, как вот китайские, когда меня баршируют где-то. Он глянул, вот это да. Это у вас все сами сделали. Я говорю, да. Я потом узнал, когда он приехал, собрал опять этих учителей и говорит, почему у нас все выпрашивают. Самое простое в школе сделать там. А здесь у нас и брусья, и канаты, и чего только нету. И все своими руками сделано. Городки, там такой бум, 75 метров ходить, вестибулярный аппарат, деревья ошкурены, они по ним лазят дети. Да, я смотрел, смотрел. Да, высокая башня стоит. Он это понял. Потом он приезжал неоднократно еще к нам. И веселость. Стоят все, улыбки скрыть не могут. А почему? На душе легко. Радостно, прекрасный день. Встали, помолились. Все встают рано. В 4.40 мы, обслуга, лагерь в 5. Так это 45 лет за плечами, без помощи государству. Мы единственный лагерь был, может быть, за всю историю России такой. На евангельской основе. Каждый день мы считаем слово Божие. Ну, то есть, что у нас... Видите как? И поэтому радость такая. Радость, она все-таки отпечатлевается. А бывает, человек все время хмурый, недовольный, на лесе такой у него блеск, даже такой дурной какой-то. Он только и глядит, с кем сыпится. Зачем тебе против течения идти? Тебе не создать течение? Когда смеялись над христианами, то создадим, есть такое против течения. Алексей Толстой был такой поэт, не писатель. И он христиан призывал, создадим против течения, которое против нас идет от язычников. Они нас поносят, а мы... А если ты христианин, и все, тебе зачем по-другому понимать? А как вы понимаете? Я говорю, я все понимаю, мне надо исполнять теперь. Я знаю, как говорил Феофилакт, как говорил Баженный Августин, там Симеон, Новый Богослов. Но моя задача теперь это выполнить. А то голова говорит, как земной шар, а сердце как песчинка. Да. И вот, Игнать Тихонович, последний вопрос, который я хотел спросить. Вот послание к галатам апостол Павел очень глубоко раскрывает тему закона и свободы. Он говорит о том, что закон не спасает. Не спасает он. Они же галаты, они хотели вернуться опять к этим, ну вот, к этим иудействующим, христианинам, которые соблазняли, и опять они хотели залезть туда в этот, в обрезание и все. И вот он там говорит о том, что закон-то он не может спасти, а только Христос. И говорит об отмене закона, а не о какой-то его трансформации или чем-то. Вот. как вот вы здесь смотрите на это? Вот не является ли, ну вот, то, что потом было в эпоху Вселенских соборов, вот вы очень много занимались книгой правил, вот это же тоже, по сути, является своего рода законом таким. Вот как, вот эта тема закон и свободы, что вот святые отцы, толкователи, говорят по этому поводу? Ну, первоконвенциям, Павел говорит, где дух Господень, там свобода. Когда я вот так выступаю, где-то перед священником, бывают епархии там, я говорю, вы бесталанные. Вы знаете, как обижаются на это? Я знаю, где их задеть. А они-то думают, с красным дипломом, закончил духовную академию, говорю, вы бесталанные. А почему? Где дух Господень, там свобода. А ты архиерея боишься. Боишься сказать, видишь, что он неправильно делает. Архиерей боится синода, патриарх вас всех боится. Где дух Господень, там свобода. Дух Божий носился над водами. Считайте бытие. А если у тебя вот так стоит, тут гордость, тут боязнь, тут прочее, Дух Святой не может лететь. Он должен, вот согнитесь как, вот перед ним, чтобы дух Божий носился над водами. Вот. Я начинаю им тогда разъяснять, что такое закон данный был, как где-то водитель ко Христу, нянька. Закон для младенцев. Но не говорится, что когда теперь ты вырос, если тебе закона не надо, то Павел об этом не говорит. Он говорит о законе, Моисеевом. Закон, который обнаружил грех, но не давал силу победить его. Он обнаружил его. А как дальше-то? Он не знает. Вот вчера закона не было, говорит, и грех пришел, и, так сказать, закон пришел, и грех обнаружился. Он усилил грех. Теперь-то явно, что кирпич висит, а ты проехал на эту улицу. Отвечай. А вчера я свободно ездил, а сегодня кирпич висит. Так и здесь. Говорит о Ветхом Завете, притом о жертвенности животных. Он исполнился. Он возвышен, говорит Ян Златоус, до взрослого состояния. Там был Агнец Божий, берет на себя грех мира. Отменено? Отменено. А что? Пришел божественный Агнец. А те Агнецы указывали на того, который придет. И Златоус в слове на Пасху как раз и говорит, телец упитан. Его хватит для всех. Вот об этом он и говорит. И поэтому для нас теперь закон Христов, закон благодати. И дает Бог силу, как это исполнить. Там написано было, ближнего, как с врага, а я говорю вам. Слово а я, это противоположно. А я. Тебе сказали идти туда. А я говорю, вернись назад. Дорога туда идет. Тебе сказали, вот то и то ешь. А я тебе говорю, не соли никогда с уксусной эссенцией. Желудок прожжешь. И у нас все перестали делать. Я еще и в кулинарию вмешиваюсь. Что на растительном масле никогда не жарь. Рак с желудка обеспечен будет. Когда снимешь с огня, тогда полей масло растительное. Это попутно все говорю. Свою научи. С кем бываешь, учи. Над столом не склоняться. Сиди, чтобы за край стола подбородок не заходил. Вертикально поставь перед собой на край стола. Это я попутно говорю. Это правила такие нужны. Да, нужны. А где это написано? У Серахова. Стыдись облокачивания на стол. Стыдись облокачивания на стол. Василий Великий говорит, всякое животное опускается к пище. И только человек подносит пищу к себе. Все, отшатнись от стола. Сиди, отзади в любой ресторан. Люди ничего не знают. Все в чашку свалились и дальше уже лопают. Все. Ну, это Лескова говорит. Бачка, когда будем лопать? Там один этот. Тут земец. И вот здесь, если мы желаем заповеди Божии исполнить, то вот эти правила, как митрополит Виталий сказал, это вехи на пути идут. Вот зимой, когда дует, и не знаешь, где дорогу, поэтому хорошую погоду вешки ставят, и чтобы видно было. Ну, а то до разъезда не дойдешь, уйдешь в другую сторону, заблудишься. А от вешки до вешки, там, чем ближе, тем лучше. И чем больше у нас этих заповедей, вот эти, которые нас удерживают, тем для нас лучше. Ян Златоуз говорит, проходит настоятель, едва ногой коснулся, то есть они спят одевши, и горы огласились ангельским пением. Горы. То есть правило определенное. Вот смотрим фильм, допустим, Испирь, как разговаривать. Он их учит, там, евнухи набрали, невесту на царицу выбирает, астинь-то отвергли. Голоза опусти, не поднимай. Вот так. Она начала ногу соропать, и ногу не чеши, при императоре нельзя это делать. То есть везде существует подобное правило. И бывает иногда ненужное. Вот диакон идет и гремит. У него там входили, внизу ножки, они сделали их пустотелами, положили туда шарики. И они гремят, как кандалы. Это тоже знамение. Кандалы. Кандальный звук. А это нужно нет. Сейчас придумали, венцы не надевает, а сверху держит. Вот так вот над головой. А венчани-то нету. Венец, когда натянутый на голову, сделанный. Как вот у него митра надета. Ему же митр над головой не ходит, и под диакон не держит. А что тогда? Бракосочетание есть, а венчания нету. Венец-то не коснулся головы. Я говорю, а почему? Ну, чтобы не запачкать. Да что, они приходят, свиньи ползали где-то по свинарнику. Да явно дело, что бракосочетание-то вымылись хоть один раз в году-то. Но явно, что насмешка на теме, кого венчают. Что надеть на голову, да еще надевать-то на платок. Да вообще. Но я знаю, какие у них ответы даются. Я говорю, а почему ты не крестишь детей-то с полным погружением? А не утопить? Ну, скажи, за 2000 лет, сколько детей утопили, когда крестили? Ни одного отсчета взял. Надо крестить сразу, не надо оглашения делать. А то человек внезапно под машину попадет. Я говорю, как только в крестилку зашел, кто кавалькада автомобилей выстрелит и ждут, когда он выйдет некрещеный, чтобы задавить его. Ну, в выдумке все. Поэтому эти правила, новозаветные, они нам просто необходимые. Необходимые. Прости. Какое правило? Это правило, говорится. Имеешь что на кого-то? Или на тебя сказал? Пойди и выговори. Вот считаем мы третью главу Евангелия от Луки. И не так, что как монахи учат. Прости, прости. Нет. Иди и выговори ему. Если покаялся, приобрел брата, обнял, поцеловал. А если не покаялся, двух-трех возьми, чтобы он не отрекся. Я к тебе приходил, я тебе говорил, моих куриц ты съел, своровал. И отдать не хочешь. Не дается по имущественному дележу с епископом судиться. Канонические правила. А как иначе-то? Иначе он беззаконничать будет? Они послушают. А да, на третий этаж всей церкви. Они послушают. Вниз головой на пол. Да будет язычник и мытарь. Все. Поэтому нам необходимо знать наше новозаветнее. Вот в Ветхом Завете было. Я батюшку спрошу. Вот когда младенец, мальчик или девочка, срок ощущения женщины разный или нет? Да сейчас одинаково. А тогда было так. 40 и 80. В два раза девочка после рождения девочки нечистая женщина. А почему? А тебе не надо щамкать. Почему? Чему? Бог повелел. И он не объясняется нам. Он сказал. Сейчас даже в большинстве не выдерживаешься и 40 дней. Вот так. И кроме того, когда крестят мальчика, его подносят к алтарю, открывают двери, заносят и вокруг престола. Я правильно говорю? Да. А девочку только перед аналоем иконостас перед иконой Божьей Матери или где перекрестил ею и все так говорю? Все. Разница есть. Это все правила. У Симеона Солунского написаны. Книга «Новая скрижаль». Она из этого состоит, из этих правил. Их необходимо знать. Даже колокольный звон как. Про все сказано. А как правило? Допустим, человек согрешил. Выпил. Да напился. И что? Простить? На два года отлучается от причастия. А отлучение разбивается на четыре ступени. А кто пишет? Григорий Нейский, Няки Сарийский, Василий Великий. Если мы начнем тут умом своим блуждать, нам никогда не решить. А прелюбодеяние? Прелюбодеяние? Вот тут Василий Великий говорит несправедливо. Мужчина отлучается на семь лет, а женщина на десять. А почему? Потому что женщина. Ну, разве это ответ? Пока да. Пока несправедливо, но по-другому пока нельзя. Это Василий Великий говорит. А у него правило Василия Великого девяносто одно правило. И мы не будем спорить. А нечаянно священник сидит за рулем, едет, и вдруг выскочил ребенок, откуда он задавил. Он не хотел. Все. Он отслужил. Больше он служить не будет. Он нечаянно. Написано, убийца невольный. Это все описано в правилах. Но он может причащаться в алтаре, но благословлять никого не может. Это все описано. Необходимо, Потому что ситуация такая. Бывает. А вот сейчас узнали, они там голубые, там Андрей Кураев, все это разоблачительные сообщения были. И теперь в другую епархию переводят. Кто перевел, того архиерея сразу говорит, за жебры. Отлучать того вместе с этим. Почему? А потому что он прикрыл его. Он должен беззаконник быть исторгнутый. Сам снимается, снимается, не запрещается навсегда. Но даже этому гомику разрешается на следующий день причаститься. Да разве справедливо это? А мирянин отлучается на 18 лет. А тот, говорит, мирянин, это через 18 лет правило объясняет. Он опять придет в церковь, он опять будет мирянином. А этот извернутый уже никогда священником, епископом не будет. А за одно согрешение два наказания Бог запрещает. Послание, послание, говорю, книгой Иеремии. Одно наказание сам сняли, а второе не давать причащаться. Это два разные. Я понял, понял, Игнать Тихонович, то, что книгу правил я читал. Я у меня вот, ну, может быть, я не прав, но ну, вот просто одну минуту, вот как я себе это представляю, в Ветхом Завете, в Ветхозаветной заповеди, книга Левит, там бесконечно говорится о том, что нельзя делать. Вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Вот. А когда пришел Христос, характер заповедей меняется. Он уже не говорит, что вот это нельзя, нельзя. Он наоборот говорит, идите, будьте такими, будьте такими, там, блаженные нищие духами. То есть, как бы, это уже не отрицание, а утверждение. И апостол говорит об отмене закона. А книга правил, и вот все, что возникло, это же возникло в монашеской среде, а не в среде миллион. Оно опять, опять началось вот это, вот это, вот это, вот это, нельзя, 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 нельзя. Вот. Наверное, я тут что-то недопонимаю просто. А знаете как, приходит ко мне один пятидесятник, бывший православный. А он точно так же говорил. Дух Святой нам открывает, мы знаем, у нас, говорит, проповедник один впал в нарушение седьмой заповеди. Что делать? Вот мы, говорит, сейчас собрались, ну я говорю, что, я открыл ему, показал, вот он не может теперь у вас тут в храме, не в храме, а в вашей молельной проповедовать, он извергается вот настолько-то, если он служитель был, а то у вас же нет рукоположения, поэтому он мирянин обыкновенный-то. Ну, отлучается на семь лет. Так это много. Ну, а зачем ты ко мне пришел? Как к Антонию пришли, говорит, мы пришли к тебе к мудрому человеку. А раз вы посчитали меня мудры, мы шли, так слушайте, не мудрите. С вами разговаривает мудрый человек, тем более я не свое считаю. Ну, он ушел, а они его отлучили на два месяца. Он опять начал проповедовать. Опять этот Алексей ко мне приходит, он опять впал в этот грех. Понимаете, я говорю, ну а я когда говорил, почему бы не сделал? Он бы сейчас стоял там в уголке и все. Где-то там среди берез проповедовал, на дорогах, он имеет право проповедовать, но не в храме. Ну, у вас-то храма нету. И все. То есть, они, отвершие правила, приходят к тому, кто живет по правилам. Я как-то встретился с нашим одним отступником, и он решил меня как-то подковырнуть. И вот я сказал, ты что бороду-то бреешь-то? Это же, ну позор просто для мужчины. На кого ты похожий-то? Ой, Игнати, вы законник такой. Я говорю, Игорь, ты хотел меня подковырнуть словом законник? Слушай внимательно, я это принял. Но запомни, что апостол Павел пишет, поклон передает, послание криминам, законнику Зине, Зина, это мужское имя, Зина, но она против законника только одно, беззаконие. Поэтому с сегодняшнего дня ты меня всегда за беззаконник, Игнати, а я тебе буду отвечать. Добрый день, беззаконник, Игорь. Его сразу скрючило. И все. Необходимо знать? Да, необходимо. Правило, которое нам дает церковь, это церковь дала, не сам человек выдумал. А вот теперь это теория. То есть Христос сказал, блаженны нищие духом, а чтобы быть нищим духом, жена должна быть послушная и безмолвная. Учить жене не позволяю. Христос про это не говорил. А Павел сказал, жены ваши в церквах да молчат. А вокруг Христа одни женщины ходили и имением служили. Почему и Христос не сказал молчите? Марфа свободно разговаривает. Павел говорит, молчите. Не просто молчите, а жене учить не позволяю не властвовать ни от мужа, но будет подчинение. А какая причина? Ибо Ева впала в преступление не Адам. А при чем тут Ева? Между нами уже 5580 лет. Ты рассуждать будешь или исполнять? И вот и ответ. Поэтому там было дано в общих правилах, какие необходимо знать качества. А здесь говорится о том, какое нарушение, за какое. Вот есть закон уголовный, есть гражданский. И вот нам нужно сегодня разобраться в духовном плане. Написано, 6-й Сиреновский собор, 15-е правило. В пресс-фитере да не рукополагается ранее 3-10 лет. А ежели такое случится, да будет извержен. Сегодня извержен надо 90% священников. По одному и тому правилу. Я сказал, когда он, ну это было когда-то, ну теперь народ другой, теперь вот, вы что, раньше созревать стали? Правила даются без объяснения, просто даются и на этом все. А это правило с объяснением, ибо и Христос вышел не ранее 30 лет. Вы выше Христа лезете. На 30 лет отроком считался в Израиле. Вы настойте на этом. Поэтому, если с нами близко человек знакомый, он никогда не согласится ранее 30-летнего возраста быть рукоположенным. В каком возрасте рукоположен? Ну я в Яконах в 32 года. Ну все? А в Яконах в 25. 33 священников. Не раньше 25. А в греческой церкви, насколько я знаю, там, потому что мы рукоположили, вот, он несколько лет, лет до 7 или до 10 он не имеет права исповедовать. Да, это я знаю. Там специальная должность духовника, да. 18-летнего юнца рукоположили, все, на второй день он идет уже исповедует. Да мало того, еще делает его игуменом женского монастыря 18-летнего. А он на исповеди насчитается книжки Амвросивые там все виды греха, блудного там и проходит этот курс обучения. Ну, наверное, было в нулевых, наверное, годах. Сейчас-то уж, мне кажется, нету такого совсем-то безобразия, чтобы рукополагали 18-летних. Есть батюшка или нет? Ну, сейчас я не скажу 18-летний, но до 25 лет, что от декана, или батюшек до 30, это может быть. Сплошь и рядом. Современный патриарх Кирилл, он даже в епископы поставлен раньше 30 лет. Это вообще редкий случай. Я другого даже не знаю. А зачем тебе это нужно? Ну, а некого, да потому некого, некого, потому что вы молодняк-то сунули туда, они не готовые. Я хорошо знал одного, который в 24 года был архимандритом. Мы вместе в Омской партии служили. А за что? Он строил по специальности инженер-строитель был, и там храм построил, владыка ему одну, вторую награду и третью. Он 24 года, архимандрит. Да, вот это строительство храмов, это, конечно, беда. Для кого их строят, непонятно. Ну, строят. Правильно, так. Меня вот спрашивали, что бы вы сделали, если вас патриархом поставили. Ну, в первую очередь, приведи Господь. Вы знаете, где отвечал-то? Считали это? Да, я это считал. Первым делом прекратить строительство, все деньги рассчитать, не быть должными. А потом издать на эти книги, на книги издать, когда деньги освободятся. А к вечеру мне нужно найти место, где спрятаться церковной мафии. Иначе они голову отведут. Игнать, Игнать Тихонович, я вот смотрел фильм, есть хороший, потерянная Атлантида. Современный фильм про Архангельскую область, вот про все эти древние храмы, которые там. И там мне очень понравилось, как один архитектор, уже такой пожилой, сказал, что раньше люди, когда строили храм, да, они его строили для себя. То есть, строила община. И это было, ну, они чувствовали себя, что это наш дом, это мы его построили. А когда сверху, вот давайте настроим, настроим, настроим всего, а в храме будет полторы бабушки, так зачем эти храмы-то нужны? Да. Я твердо убежденный, что храм нужен там, где община может сама построить. Где нет, там не нужен. Мы вот своими руками построили в деревьях потерять храм. Я где бываю, вот есть, бываю в больших соборах, там где-то за гранией. Ниццей был. Я лучший своего храма, красивее, не нахожу. А мы сделали его из бывшего колхозного клуба, там стены колхозного клуба сохранились, а полуразобранные. А я сам каменщик, все достроили, сами своими руками все сделали. Мне кажется, самый хороший храм у нас. Да. Вот, а у нас получается такая гонка строительная, что кто больше наскорбит, строит, там у больше каких-то регалий. Я не знаю, как это. Ну, по-другому не объяснить, наверное, никак. Иначе зачем? Вот строители отнимают, отнимать, как бы, ну вот, с этим, с Исаакиевым, в Питере. Но это же никуда не ведется, по-моему. А вот интересно, как у мусульман, присмотреться, хорошее взять. У них мечеть. И в мечети не стоять надо, а кланяться. И в момент, когда они поклониться надо, а не вмещаются, и на улице оказалось два, три, пять, восемь человек, девять, никакого внимания не обращают. Как только десять человек не вместились, ну негде, надо же встать на колени и наклониться, это же много больше места, чем стоящему. Все. Сразу решение принимается строить вторую мечеть. Определенное правило. Десять человек не вмещаются, все. Может быть, даже и другие правила, но именно не вмещаются. А у нас строят, ну, я не знаю, возьми в этом, ты был, говоришь, там шесть человек, а там громадный храм, тут Корабельникова, тогда икону там придумали, и туда крестные ходы идут, к этой чудотворной иконе. А мы село это обошли, ездили, приехали туда, я не знаю, на машинах, наверное, шести. Всю деревню там, вдоль и поперек прошли. Раздали 450 новых заветов. Всего только два евангелия нашли на все село. А сколько там монахов? Ну, там монахов сейчас больше десяти. Восемь, а прихожан шесть. И все. Ну, ладно, Игнать Тихонович, спасибо вам за беседу, за ответы на вопросы. А с кем мы имели общение-то? Меня зовут Никита Басманов, я из города Вятка, Киров. Киров, ага. Бывший Киров. Так. Да. Ну, а остальное вы знаете. Я свои, вам скину, разные эти ресурсы, которые есть. Что вы хотите сказать? Говорите. Да я просто хотел сказать, что вот сейчас хотят вроде как его переименовывать обратно в Вятку, потому что, ну, очень много городов, которые названы кличками вот этих большевиков. Это тоже... Ну, да. Ну, как? Не хорошо это. А у нас такая поговорка, говорят, вятские люди хватские, семеро одного не боятся. Да, есть такое. Ну, бывает так. Я не знаю даже чем. Вот почему-то говорят, пермяк соленые уши. Ну, а там соль, где-то добывали, там соляные есть эти. В Перми там соляные пещеры. А да, а там у нас, говорит, с Рязани, а вот, Рязануха, Рязани, подбери свои бары. А бары, это внизу шуба, нашитая полоска, которая идет, она не низко, подбери, Рязанский. А наш отец Рязанский. А бабушка, по-моему, где-то они были, тоже вятские. Вятские, похоже так. У нас, видимо, корни оттуда тоже идут. Ну, а что? Ну, во славу Божию. Я сейчас наши ресурсы скину, какие есть. С Богом. С Богом. Слава тебе, Божий наш. Слава тебе. Ой.